Здравствуйте! Вы смотрите новости на шестом канале в студии Анны Юршова. Сегодня выпуски. Выдача гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Поможем». Продолжение 51-го театрального сезона в городском народном театре «Юность». Горловский театр «Кукол» возобновляет свою работу. В четверг, 26 февраля, съемочная группа ТРК «Шестой канал» побывала в кинотеатре «Шахтер», на базе которого проходит выдача гуманитарной помощи жителям Горловки от благотворительного фонда «Поможем». Система выдачи и получения гуманитарной помощи уже налажена. Горловчанам, подходящим под категории на выдачу гуманитарной помощи, при себе необходимо иметь все оригиналы документов, подтверждающих категорию получателя. Волонтер благотворительного фонда «Поможем» Владислав рассказал нам о процессе выдачи гуманитарной помощи. Процесс, в принципе, уже налажен. К сожалению, мы только начали второй раз выдавать эту помощь. И люди получают сначала талоны, поэтому в определенный день они приходят и по этим талонам получают уже саму гуманитарную помощь. Процедура довольно сложная, потому что приходится все данные людей записывать в компьютер, поэтому иногда людям приходится постоять два-три часа. Но мы как можем, пытаемся побыстрее это делать. И, в принципе, все, кто получил талон на определенный день, все получают помощь. В декабре мы принимали 300 человек в день. Но это нужно понимать, что льготная категория, в семье, может быть, не один человек получал помощь, а двое. Многодетная семья получала помощь на каждого члена семьи. Поэтому, если говорить по людям, то где-то 600-700 человек в день получали гуманитарную помощь. На сегодняшний день гуманитарная помощь выдается не только в первый раз, но уже есть люди, которые будут ее получать во второй раз. Годных групп достаточно много. Я перечислю, это, значит, пенсионеры старше 65 лет, это многодетные семьи, которых воспитывают трех и более детей, это одинокие мамы, это мамы, которые имеют детей до трех лет, для них специально отдельные пакеты. Инвалиды первой и второй группы, ну, в общем, категорий много, их можно еще и дальше перечислять. Но вот это как бы основные. Помощь идет, каждый день привозится машина помощи. Вот, поэтому думаем, что будем выдавать ее, как и в декабре выдавали, в течение месяца, двух-трех, то есть и дальше. Помощь есть, люди приходят, получают ее. С собой они должны взять не ксерокопии, не документов, а именно оригиналы документов. С этими оригиналами, с талончиком, пофамильно они заходят и получают помощь. Это те, кто первый раз. Те, кто второй раз сегодня будет помощь, получают, у них уже есть большой талон, на котором за обратной стороны написан номер. Трудностей, конечно, много, ну, как в любой работе с людьми, самая главная трудность – это психологическая. Конечно же, я понимаю наших людей, понимаю горловчан, но как бы просьба быть добрее друг к другу, быть терпимее друг к другу. Хотелось бы сказать, что еще раз напомнить уважаемым горловчанам, у талонов есть номер. И когда мы вызываем людей, я имею в виду, когда мы вызываем первый раз, да, человек первый раз будет получать помощь, мы называем пофамильно. Вот, поэтому, если, допустим, в талоне стоит номер 100 и написано «прийти к 10 часам», то понятно, что в 10 часов он не зайдет, а это будет чуть-чуть позже. Хотелось бы, чтобы люди как бы рассчитывали время. Помощь выдается с 10 до 2. Обслуживаем мы практически всех. Не то, что практически, а если мы, допустим, выдаем 100 талонов на день, да, или 150, то значит мы их и обслуживаем. Хотелось бы обратиться к людям, которые получают помощь второй раз. Если у вас ваша помощь, ну, допустим, получение вашей помощи, назначено на определенное число, у вас в руках большой талон, его вам выдавали, когда вы получали помощь первый раз, на этом талоне примерно, не примерно, а написан номер. Если в талоне написан номер 400, то не нужно подходить сюда к 10 часам, потому что, понятно, в 10 часов номер 400 не получит. То есть примерно нужно посмотреть. Номер 400, значит, где-то это нужно подойти не к 10, а к пол-12. Волонтеры фонда настроены к людям благодушно. Ну, конечно, случаются разные эксцессы, мы стараемся, ну, как тоже люди, тоже иногда вскипаем. Хотелось бы, если кого-то обидели в процессе работы, чтобы люди понимали, входили тоже в наше положение, потому что психологическая составляющая очень тяжелая. Работа с людьми – это вообще тяжелая, тяжелая работа, но тем не менее. Поэтому хотелось бы нам всем, тем, кто работает здесь, тем, кто приходит получать помощь, пожелать терпения, понимания и доброты, ну и, конечно же, мира. В пятницу, 27 февраля, наша съемочная группа посетила Городской народный театр «Юность». Директор театра Валентина Яворская пригласила горловчан на спектакли. Городской народный театр «Юность» продолжает свою работу, и каждое воскресенье в 12 часов дня вас ждут спектакли. Умные, веселые, поучительные. 1-8 марта мы приглашаем вас на сказку «Айболит спешит на помощь». Автор и режиссер Виктор Николаевич Булинов. Мы ждем вас с нетерпением. 28 февраля Горловский театр «Кукол» возобновит свою работу. Чем сегодня живет театр, нам рассказал его директор Артем Тон. Материал предоставлен новостным порталом «Горловка.Сегодня». Я хотел бы обратиться к всем нашим горловчанам, особенно к маленьким его жителям. После наступления временного перемирия городской театр «Кукол» возобновляет свою работу. И уже в эти выходные, 28 февраля и 1 марта, мы приглашаем наших маленьких горловчан и их родителей посетить театр и посмотреть кукольный спектакль. В поле февраля мы начинаем снова нашу работу и ждем всех наших маленьких горловчан на спектакль каждую субботу-воскресенье, начало в 11. Наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!